Да и все. Когда ты сказала маме? 16. Мамочи сказала. Ничего не сказала, ну блин. Ну типа не рановато? А, ну типа, кому рановато? Мне. Девушки намного раньше в 16 лет начинают вот это все, всякие там интимные отношения и прочее. Намного раньше. Для кого рановато? Это надо ее спрашивать, наверное, а не меня. Но все-таки есть общественная норма, что человек должен достичь совершеннолетия. Это чья такая норма, кто ее придумал, собственно? Общество. Общество. Так если мы будем говорить об общественных нормах, то эту норму придумали когда в последние 20 или 30 лет или что? Или в последние 40 лет? Или 50 максимум? Ее никогда не было в всю историю человечества. В всю историю человечества самые были желаемые невесты, там сколько, вот как только исполнилось, подросткам уже стало, 13, 14, 15, это были самые желаемые невесты. Ну и девственницы, наверное. И девственницы. А девственницы это кто? Это те, кому там, ну, 16 или младше. Потому что 18-летних уже, конечно, поменьше, мягко говоря. Ну это в те времена. В наше время 18-летних девственниц, и чтобы при этом была красивая, ну, их нет. Просто поверен слово. Возможно, тебе неинтересно и не кайфово со сверстницами или около того возраста, потому что они все хотят семью и детей. Нет, вообще никак не связано. Да, действительно, сверстницы, или, скажем так, около того, там... Я это даже говорить ничего не буду, блядь. Я кому 25 плюс? Какая нахуй, база, что вы пишете, бля? Вы такие ебаные, это просто ужас, блядь, чуваки. Я, блядь, я не знаю. Лучше бы вы не приходили на этот стрим, честно, я бы со своим чатом сидел. Это все индивидуально. Я сейчас вот нахуй поспрашиваю. Я вам как минимум нахуй тут пи*** сколько девственниц найдут. 24 года нахуй. Тоже давайте, не надо. Сам-то он что-то не девственник, кстати. Хотя вот себе вот мужа... Я же говорю, живи по принципу, требуешь, соответствуй. Нихуя не можешь соответствовать, нахуй ты требуешь. Сильно, сильно хотят мужа, детей, там, ну как, не думаю, что это сильно важно. То есть можешь как бы при желании найти такую, кто не хочет сильно детей. Но то, что мужа все хотят, это да, вот прям мужа так сильно хотят. Либо, возможно, ты не сможешь их контролировать, потому что они уже взрослее. Ты думаешь, что это зависит так сильно от возраста? Это зависит от того, насколько человек к тебе лояльен? Разве нет? Контроль над кем? Я не буду так тебя слушать. Видите, то есть, короче, он пиздит про то, что ему нужен контроль. Ему нужен какой-то контроль, блядь, вот постоянно. Я же вам и говорю, с ровесницами ты хуйю будешь контролировать, блядь. Это, ну, полноценно сформированный человек такой же. У тебя не получится, блядь, никого законтролировать. Вы понимаете это? Поэтому, блядь, и выбираются помоложе, блядь. Потому что их контролировать можно. Это челы, которые... Ну, долборобы мелкие. Я себя помню в 16, блядь, блядь. Я в Майнкрафт играл. Я же и говорю, ну, ноль вариантов. Просто ноль вариантов. Потому что не будет так от тебя зависеть. Так если она хочет себе мужа, допустим, вот то, что я только что сказал. Я говорю, у меня просто под запретом сейчас, типа, абсолютно. Раньше я был маленький, типа, у меня было абсолютно. Сейчас у меня под запретом сразу. Ну, блядь, ну, ну с чем... Вот на... Чем мне, блядь... Вот как, неправильно сказал. Чем меня заинтересует 16-летка? Вот вы мне просто, блядь, хоть один пруф. Ну, ну, поясните мне. Чем? Кроме того, если у меня там... О! Попи***ть нечем. Опять же, обобщаю. Может, там 16-летний есть пи***ть. Какие умные, умнее, чем кто-то. Это как бы не показатель возраста. Ну как объяснить-то, б***ь? Ну для меня это не норм, нахуй. И 17 тоже не норм. И 18 мало. И 19 мало. И 20 мало. 21, 22, ну уже можно типа чё-то там. 23? Вообще кайф. Ну вот как? Ну вот, б***ь, ну как бы я-то тоже уже старый, сука. Не знаю, может я просто по-другому. Мне всегда были постарше интересны, б***ь. Ну, сука, ну я не могу ничего с этим поделать. Но мне вот интересно постарше. Постарше в рамках, ну, разумного, если чё. Не значит милфа. Значит, она так же само будет зависеть получается? Лишь бы мужа, который будет обо мне заботиться. Эх. Вот такое вот. Я заметил. Я не знаю, как эта тема работает, но тут не настоящий вес. Когда ты её поднимаешь, он... Б***ь, как будто вообще п*** на этот вес. Можно ещё раз про это поговорить, пожалуйста. Как ты думаешь, есть то, в чём вы похожи с Молстроем? Сомневаюсь. Друзьями вы бы не могли стать. Я думал, что это практически невозможно, потому что я думаю, он привык, ну, скорее всего, к лицемерным людям в своём окружении. Я не думаю, что... что ему было бы комфортно самообщаться. А я сам бы, ну... Мне не нужны какие-то люди в моей жизни. И, ну... Вот зачем, по сути, мне было бы общаться с Молстроем? Молстроя — это мой топ-донатер. Очевидно, если бы я хотел бы с ним пообщаться, так это ради выгоды, правильно? Чтобы получить больше донатов каких-то. Я бы не стал это скрывать даже. Ну вот и всё. Но порой я тебе хорошо донатил. Он не один, донатил больше, чем, если не ошибаюсь, все вместе взятые топ-донатеры. Он даже смотивировал тебя алкоголь выпить. Ну, блядь, сколько налысов. Очень-очень странное ощущение у меня от этого интервью. Вот этот блок как будто нахуй он здесь нужен. Как будто бы было бы нормально разделить вот самую жесть либо на конец оставить. Ну, то есть мне вообще абсолютно до жопы, блядь. Вот после того, что я услышал, мне хочется про это ещё побольше узнать. Блядь, мне вставляют какой-то там донат. Да порт ты мне вообще. Прострижёшься, возьмёшь пиво и в танки поиграешь. Ну, я себя заставлял, да? Ну, тем не менее. Ну, было мерзко, но, по-моему, оно того стоило. Но я ж не испортил никак здоровье себе этим. Я не думаю, что это вредно было, блядь. Думаю, что Папич — это человек, который может и не делать то, что ему вообще не нравится абсолютно. Даже за деньги. Ну, мог не делать. Но я захотел сделать. Мне считаю, это достаточно выгодно. Что он мне там ещё предлагал в теории? Выпить бутылку водки, чем... Простил, как будто Папич людей резал. Но это всё равно странная хуйня, чел, блядь. Вот это контроль, блядь, о котором он заявляет. Ну, типа... Это дети не понимают, нахуй. Ну, то есть для меня это звоночек. Но слишком часто это слово используют. И слишком... Подтвердил слова той альтухи, короче. Не знаю, при каких обстоятельствах он имеет право диктовать условия. Имеет ли он их диктовать? Ну, окей. Но, опять же, я же говорю, это типа, ёб... малолетний дебил. Диктую условия, ну, с челом, который совершеннолетний. Я посмотрю на тебя, как ты их подиктуешь. Просто, ну, опять же, это важно учитывать. Типа, 16-летний тип. Ты ему говоришь, блядь, или бы ты нахуй не зняшь, я тебя, блядь, солью. Да, окей. Блядь, я тебе сейчас конфетку дам, садись ко мне в машину. Да, окей. Для меня вообще разницы особой нет, честно, извините. Всякие такие вещи, которые на грани, да, которые точно не портят здоровье, но она на грани. Рыночные отношения. Я готов сделать, я же говорю. Ты же выпить бутылку водки? Взамен просят то, что интересно ему. Устраивает. Берёшь, нюстр и вает, нахуй, дёшь. Всё честно обговаривается на берегу. Это бы работало только с совершеннолетним типом. Я подчеркну. Я уже сказал много раз про это. Бутылка это для меня смертельно, ты что называешь? Ты можешь работать с его оператором, блядь, абсолютно нахуй, и точно. Типа, а сколько я там лет? 20 хуй. Пить и не ходить в туалет, это смертельно, скорее всего. Тебе вырвет, скорее всего. Ну да, в итоге вырвет, получается. Блядь, это чё? Блядь, иди нахуй, длоёб, иди, блядь, 16-леток, еди, придурок, ебучий. Я подожду, пока тебя реально протоплю этот, блядь, законно. Блядь, иди нахуй, против 16-летия пососёте все, блядь, там, друг друга. Будете, блядь, спинку чесать, нахуй, этому. Поднебесному, ёпта. О, это снова, это минус здоровья. Это же, если тебя уже вырывает. Сука, сидят, блядь, заебали, нахуй. Для меня нет разницы 15 и 16. Тебе повезло, что закон так работает, блядь. И я с ним не согласен кардинально. На такой я бы не согласился, нет? А всё-таки ты говорил, что есть, да, две вещи, на которых нельзя экономить. Это компьютер и здоровье. Скули, блядь, разрешение наебаться, нахуй, у нас, значит, получается, можешь давать, блядь, в 16 лет, но голосовать ты почему-то с 16 не можешь, потому что ты не полноценный гражданин. Так вы либо сдвигаете, блядь, совершеннолетие до 16 лет, либо убираете это ебанное окно согласия. И с совершеннолетним только с совершеннолетним. Сука, я вот этого не пойму, блядь, какого ху... у нас вообще это есть, блядь, я в ахуе, блядь. Я не знаю, год, блядь, ебутый какой-то это, 24-й. Да, да, следовательно, я бы не стал делать за деньги что-либо вредящее здоровье. Это совершенно точно, может, это... Блядь, потому что для меня, например, извините, конечно, блядь, ну, папичу там 32. Что мешает 60-летнему мужику трахнуть 16-летнюю девочку? Только её отказ. А если согласилась, то типа, ебать, так это всё норм, ёпт. А где угодно, ну. И чё, вы не скажете, что это педофилия? С точки зрения, блядь, человеческих норм, это, блядь, что ни на есть педофилия, самое настоящее. Я не считаю это нормой. И это не в случае только с папичем, это вообще про всех, блядь, касается, нахуй. Адаптировать. Когда все подростки бухали, ты не бухал? Нет, я постоянно был свидетелем, как идут какие-то компании, вот так называемые... Вот именно, блядь, что закон делали, походу, 20 лет назад, и его бы надо бы адаптировать уже по современности. Вот эти вот списки, и там... Я думаю, никто против не будет, если такую ху... введут. Всякие уже малолетние проститутки приходят туда, которые буквально по лет 13-14. И... Что, блядь? Молодецкие парни, вот так называемые вот эти вот списки. И там всякие уже малолетние проститутки приходят туда, которые буквально по лет 13-14. И, ну, отдаются там всем подряд. И там вот это вот все бухалово, какие-то, возможно, легкие наркотики, ну, и всякие... А ты принципиально в этом не хотел участвовать или тебя не звали? Принципиально. Меня, ну, как бы, и никто не звал, потому что все знали мои отношения к этому. Я и сам с этими, ну, ребятами, как бы... Я просто общался, никогда с ними не дружил. То есть... Ну, это было теоретически... Что, блядь? Это все невозможно. Были... Я напомню, дезреспекта отъебали в жопу за то, что он с несовершеннолетним типом общался. Моменты, о которых ты... Перемотай. Блядь, ну, перемотал. Окей, может, я неправильно понял. Нет, я постоянно был с мысловителем, как идут какие-то компании, вот... А, он про молодость говорит, ладно-то, да. Моменты, о которых ты жалеешь на старте карьеры. На старте карьеры. Ну, да. Ты понимаешь, что я никогда это не рассматривал как какую-то профессиональную карьеру? Есть же информация, что ты на старте карьеры кидал людей, с которыми договаривался о продаже аккаунтов в Доте. Кидал людей? Ну, да. Ты об этом писал в постах на ProDot. Но многие из них фейковые, я это уточнял много раз. Так. Там достаточно много из них фейковые. То есть ты никого никогда не кидал на продаже аккаунтов? Был, короче, вот такой случай, когда на меня написали репорт. Типа, я человека кинул на продажу аккаунтов. Там был скриншот, на котором виден наш чат. И там не было пруфа, что я его как-либо кинул или вообще поступился негативно. Почему там сказали, что, типа, кого-то кидал. Потому что если человек, на которого написали обвинение на том форуме, это был какой-то англоязычный форум, если человек не защищается, если он не напишет в течение 7 дней сообщение какое-то, допустим, я этого не делал в защиту себя, а я даже не знал, что на меня там написали. Если он этого не сделает, его забанят. И меня забанили, потому что я просто даже не знал, что-то меня... Кидал людей на старте карьеры. Блядь, кидал-кидал, по-моему. Я не знал, что мне тогда лет было, то ли 18, то ли 19, я увидел объявление буквально в газете. Требуется киллер? Да, буквально такое. Серьезно? Серьезно. Я просто поставил себя в зеркало, я не брился тогда недели две или три. Я пошел, представился киллером. Тебе заплатили деньги? Да, да. И ты ушел? Да, и ушел. А тебе там, давали там фотографию жертвы? Что ты должен делать? Не фотографию, а... Ну, типа, аккаунт в соцсетях или что-то типа такого. Ты должен убрать этого человека? Да, 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 буквально. Тебе же там заплатили какое-то копье. Да, ну, копье был, по сути. Я не знаю, что ты... Сколько долларов? Думал. Немного, там, буквально в районе 300 долларов, наверное. Как это об... Блин, что у вас там происходит, еб... Блядь, я... Почему чел... Блядь, нахуй. Ёб твою мать, блин. Объявление прошло модерацию в газете. Ты понимаешь, в газете каких только объявлений не бывают, тем более в то время. Там любые объявления были, любые. Так, это была какая-то городская газета, Винница. Да, да. И у бабушки читал газеты с самого детства по 30 плюс лет. Ну, в принципе, раньше такой книж мне об этом рассказывать вообще уже некомфортно. Получается, я его кинул, но, блин, ладно, не буду заниматься самооправданием. Так, ну что, ребята, я уже посмотрел сразу. Я доволен в целом, потому что лосось выглядит около идеально. Картошка выглядит, ну, просто тоже. Опять же, я показал фото, когда заказывал. Главный гайд, как получить хорошую еду. Картошка буквально 9 плюс из 10. Ну, мне сказать что-то, курица? Ну, похоже. Выглядит мерзко. Ну, ты понюхай. Блестит, блестит. Причем вот с некоторых сторон оно зажарено, а тут наоборот. Как будто белое не дожарено. Скромный лосось, ты потому что тебя пересушили? Старина, я ходишь. Как будто жир невырезанный. Я не знаю, выглядит очень мерзко прям. Непонятно, что это что-то черное. То есть... Так ты же просил, чтобы... Там то ли какое-то масло, то ли что-то туда еще. В общем, фу, оно даже выглядит. Даже это, даже пахнет ужасно. Давай, понюхаю. Пахнет, кстати, очень плохо. Очень плохо. Бля, я не знаю, жир, это грудка, наверное, или что это? Как будто она испорчена прям. Как будто мясо не свежее было. Я вот не чувствую, что оно так пахнет. Мне прям сильно не нравится. Курицу оцениваю на 2 из 10, я даже пробовать не буду. Лосось внешне 9 плюс. Картошку уже попробовал, картошка 9 плюс. Сейчас вон попробуем. И гречку еще попробуем. Давай, как гречку сразу... А тут есть ложки, стоп? Как я гречку буду есть, без ложки? Не видим. Вода норм. Ладно. Так, ладно, елкой. Сейчас оценим гречку. Стоп, стоп, стоп. Что там? Я увидел, что там цветное. Может, мне показалось? Не люблю марать руки. Ммм. Должен ведь кто-то защитить мои капиталовнушения. Ммм. Гречка классная, только я не понял, что сюда бросили. Это... Это не та зелень, которую я ем. Вот эта вот зелень классная. А эта... Потому что они там набросали. Надо забрать вообще полностью. Эту зелень убрать и будет за***ть. Гречка хорошая. Итого, я очень доволен, потому что я съем это, это, это. Я наемся на весь день. Так как я не ел весь день. На свиночках. На свиночках сделал, да? Где-то к 25 годам я более-менее исправил рацион. Понял, что я ничего, в принципе, не ем из полезных вещей. А я остаюсь есть только более-менее хотя бы невредное. Либо полезное, либо невредное. То есть, гречка, к примеру, чистая польза. Картошка такая, ну, спорно. В каком-то смысле вредно, но в каком-то смысле норм. Лосось суперполезно. Но то, что жареный настолько, это, ну, не факт, что не вредно. Но я настолько жареную пищу ем с самого детства, я считаю, что я привык. Это как люди, которые жили в радиации с самого начала, с рождения, они же привыкли. Поэтому для них там какая-то доза радиации, которая в 4 раза больше для нормального человека, для них норм. Я с детства так просил бабушку и маму сильно зажаривать максимально. Как же он ебашит фактами, да? Потому я не считаю, что лично мне вредит сильно зажаренное. Если начнет есть человек, который никогда не ел сильно зажаренное. Сидишь себе такой, фонишь, дохуй ли мне норм. А то ему будет вредить. А кто у тебя лучше готовит, мама или бабушка? Сложный вопрос. У меня Гули из Фоллаута, блядь. Смотря что. Бабушка может приготовить идеальные оладки. 10 на 10. Я даже фотку в Инстерии выкладывал. Мама могла приготовить идеальный лосось с картошкой. Получается, в Виннице они готовили тебе еду. Ну, мама раз неделю. Бабушка, потрясаю. Я ее никогда к себе не гонял. Бабушка меня не готовила с детства, по сути. А так, помимо этого, я ходил там, бывало какие-то места. Ну, типа, там мне можно еду заказать. Я ел просто один раз в день. Вот и все. Я что-то перегорел очень сильно. Полноценная еда, полноценная пища один раз в день. Не больше. Ну и, соответственно. Я не могу просто, блин, сотреть нормально из-за того, чтобы вот эту хуйню какую-то слышал. Ну, я не себе просто одно и то же ел. Без проблем. Заметно нормально. Сидел сначала, угорал, потом этот блок появился. И нихуя не смешно. Фулл неделя, допустим, гречка с мясом. Я бы ел фулл неделю гречку с мясом. Конечно, это не идеально. Я бы хотел, допустим, рис с мясом или картошку с мясом. Мне любая еда всегда с мясом. Все. Ни одного дня не провел без мяса. Поговорим о что-то более приятном. В твоих тысячах. Более тысячи оценок на кинопоиски. Более тысячи. Более тысячи. Более тысячи. Давай назовем три фильма, которые повлияли на тебя сильнее всего. Форест Гамп. Раньше думал, что Басовский клуб, но на самом деле нет. Хотя мне казалось, что он на меня повлиял. Но потом я начал понимать, что там... Ну, на самом деле, достаточно много чуши. Когда ты более взрослый, он кажется уже наполовину, как минимум, подростковым. Форест Гамп топ-1, однозначно. Топ-2, топ-3 назвать не будем. Сложно вспомнить просто. Может быть, Сумерки? Это сарказм, я так понимаю. Как он должен был повлиять? Ну, а как этот мем про 10 из 10 появился? Ну, поставил и поставил, потому что в своем жанре это было лучшее кино. Я почти никогда в жизни не смотрю романтические лавстории. Но, допустим, за свою жизнь я посмотрел штук 10-15 романтических лавсторий. Или 20. Это был явно лучший, качественный, очень хороший фильм. Вот первая часть. Ну, за Сумерки до тебя прилетало все равно. Да постоянно, до сих пор. Ну, прикинь, сколько донатов из этого пришло. Казалось бы, из-за такой чуши. Какие даже кто-то может за это хейтить? Вот только вдумал. Надо папе сейчас заставлять смотреть после. Там, наверное, 12 из 10 будет. Форест Гамп получил 10 из 10? Так точно, 10 из 10. Форест Гамп это вообще чуть ли не лучший фильм всех времен. Он просто показывает, как правильно жить. Как важно забивать на окружающих и вообще не беспокоиться об их мнении. Я Форест Гамп никогда не смотрел, но я знаю, что там чел просто, блядь, бежит. Все. Негатив не воспринимать, потому что там просто мусор. И тем более негатив, который ничего не стоит от каких-то, вообще хрен знает того, от каких-то ублюдков. Я Фореста Гампа знаю только потому, что он там бежит, все, в конце. Ну, типа, чуваки, вы можете писать 89 или нет, но я не смотрел никогда. На счету. Типа, они не должны какие-то ублюдки определять, что есть правильно или неправильно. Когда они уже сами неправильно. Беги, лес, беги. Какой фильм довел тебя до слез? Лес, которым управляют. Ну, мне кажется, уже личная тема, не буду отвечать. Но это достаточно личная. Что такого личного в этом? Я считаю, что, ну, блин, у меня классические взгляды. Ты на стриме говорил, что были фильмы, которые довели тебя до слез. Ну, я же не говорю, какие. Я не считаю, что мужчина должен говорить о таких вещах. Ты факт признал уже. Но я не буду говорить, какие фильмы. Все. Не скажу. Вообще, что в этом такого? А что в этом такого? Потому что это ненормальное, я считаю. Не должен чел говорить, как он там где-то расплакал, салон. То есть мужчин не должен, класс? По крайней мере, не должен об этом рассказывать. Это личное дело. Ты уже об этом рассказал. Какой прикол. Может, я пошутил? Я же не сказал, какой фильм. Даже если был в строй закинет лям, я не отвечу. Я предупредил просто заранее. На всякий случай. Потому что мне пришла в голову эта идея. Да-да, байте-байте. Что такой человек может это сделать. Заранее предупредил. Как же он не байт? У тебя есть способность проявлять эмпатию? Вообще она есть. Потому что мне нравятся, очевидно, многие драмы. Мне кажется, как еще могут нравиться драмы различные человеку без эмпатии? Как-то возможно. Драма это все-таки кино. И что? А тут происходящее в реальной жизни. Реальные люди. Те же люди не нравятся. Ну, в целом нет. Я часто склонен винить человека во всех бедах его. То есть, то, что он сам виноват. Когда кто-то, я вижу, пытается вызвать чувство эмпатии, я склонен думать, что ты сам к этому пришел, ты сам виноват. Но если я могу объективно посудить, что действительно человеку не повезло, и он ни в чем не виноват, то я могу чувствовать какое-то сочувствие и прочее. Интересно, есть ли в рейтинге папича реально фильм «Лолита»? Это хуй мы включили в приватке, я чуть не обрыгался. Ну, просто это действительно рет. Знаешь, в чем разница между хорошим кино и реальной жизнью? То, что в хорошем кино там действительно люди, а в реальной жизни в основном, ну, людишки. Вот и все. Ты мог бы назвать себя мизантропом? Я все это говорю. Мне тоже называется мой блог «Путь мизантропа». Патов мизантроп. Мизантропом, наверное, и социофобом. Фобом? Не фобом. Я тоже не ебал, кто это решит. Мизантроп точно. С натяжкой социофоба, но я тоже так не считаю. Социофоб – это, ну, не чел, который...